Поговорим с сержантом Вот как Ну что, отправляемся в Ираку, друзья Ох, Петька, сейчас как бабахнет Прочно Где наш автомат? Развеси все в пух и прах Вот и наш вертолет А вот и наш великоптер Отступаем, Петька Стоп, отставить не отступаем А передислоцируемся На ранее подготовленные позиции Хэй, привет, друзья Продолжаем нашу игру В этой игре будет еще интересней Подписываемся Ставим колокольчики Компания Book Компания Star Сатурн представляет Так, загружаем игру Так, где-то мы остановились Ага, вот здесь Ну Ну, друзья, поехали Так, идем к сержанту Так Ну Ну что, поговорим Я не сомневался в вас, ребята То, что вы до сих пор живы И при этом выполнили Говорит о том, что я, Капрал Джонсон Учил вас правильно Что ж, молодцы Но сейчас не время расслабляться Вы должны будете отправиться в Ирак С важной миссией Саддама Кусейна, что ли, похитить? С тобой, рядовой Хорошо, дерьмо есть Вперед любишь забегать Мм Вы должны выяснить Как иракские ПВО Смогли сбить наш новейший самолет Невидимку Стелс 2000 Если вы к тому же сможете Выкрасть из плена пилота Я буду ходатайствовать О присвоении вам сержантского звания После выполнения задания Вы можете вызвать вертолет по рации Все, разрешаю идти Ну что, пошли зарабатывать Сержантские нашивки Летим в Ирак Ну что, Василий Иванович Полетели в Ирак бомбить Вот вернемся, Петька Погоны сержантские получим Тогда и эту супер-хрос-бомбу достать сможем Это точно Верно, Василий Иванович Поехали Ох как Обшибся Компьютер называется Говорят, компьютеры не ошибаются А девчонка продолжает тут валяться в ванной Ладно Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Петька, где мы? Почему темно? Ох, кролик какой Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В гнездо себе, в смысле, в нору. Да ты понимаешь, Петька, что произошло? Как же мы без рации с базой свяжемся? Придется, Василий Иванович, рацию выручать. Ладно, Петька, что-нибудь придумаем. Может быть, другую какую рацию найдем? Думай, голова, шапку куплю. Цыпа, 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 цыпа. Кролик, а кролик, отдай нашу рацию. Морковку получишь, печененькую. Видно, Петр, это иракский боевой кролик-диверсант. Он специально нашу рацию штащил. Смотри, Василий Иванович, вот он. Держи. Да как же его поймать-то? Может, на уточку или бреднем, Василий Иванович? Ты не знаешь, как кролики ловятся? Я слышал, что кролики, страх, любят друг друга быстро. А вот как они ловятся, я слыхал. Очень быстро они ловятся друг друга. Ладно, сходим направо. Кресло заберем. Смотри, Василий Иванович, как я умею. Давай, давай. Делом, Петька, надо заниматься. Так я тебя и послушал, Василий Иванович. Заберем кресло. Василий Иванович, а зачем нам это кресло? Глупая ты, Петька. Вот, к примеру, идешь ты по пустыне день, второй, неделю идешь устал, пить хочется. Ну и... Не ну-кай, не запряг. Идешь, значит, идешь. А когда уже идти не можешь, бросаешь кресло, и дальше налегке. Как это я сразу-то не додумался? Да. Кресло только одно. Какую тяжесть защищу, чтобы потом вы все не испытали. Не обращай внимания, Петька, Мираж, это глюк по-нашему. Мираж. Глюк. Ну погнали, сходим. А это что, Пальма или Мираж? Пальма, Мираж. Ну какая тебе, Петька, разница? О, Василий Иванович, а тут... Подписываемся, ставим колокольчики. Сохлая? Как бы не так. Человеческая. Глазами хлопает. Ну тогда у нее туловище должно быть. Это только у профессора Доуэля. Голова без туловища глазами хлопала. Ужас-то какой! Василий Иванович, может туловище где-нибудь здесь поблизости валяется? Может оно женское? Можно и поискать. А когда туловище найдем, мы с этой головой поговорить сможем. Ну-ну, давай-давай. Белосолнце пустыню сюда приплели. Опа. Дайте мне пить. Смотри, Василий Иванович, а туловище-то в песке было, а мы, а мы его искать хотели. Придется полить этот корнеплод. Да чем же его напоить-то? У нас и воды-то нет. Так, берем лесенку. Надо с пальмы сорвать, вон орех. Вот что, Петр. В это непростое для нашего отряда время мы должны объединить усилия. И в едином порыве ты, Петр, должен забраться на этот фикус. Это фикус, да? Так, давай на печку переключимся. Ставим лестницу. Забираемся наверх. Берем ножовку. И пилим. Ой-яй-яй. Так. Сберем. Ставные в этом году яблоки, Василий Иванович. Тебе жопетька, голову напекло на солнышке. Какие же это яблоки? Вот такие хреновые яблоки. Вот такие хреновые. Вот такое хреновое лето, Василий Иванович. Берем кокос. Берем дядьке. Ой-яй-яй. Так он зубами прямо открыл. Спасибо, добрый человек. Кушай на здоровье. Кто знает, как правильно открывать кокосы? Я имею в виду, что потом мне и сам орех в вышке сетя оттуда. Пишите в комментариях. Подписываемся, жмем колокольчики, оставляем комментарии, друзья. Вот она, крепость арабская. Да только как мы в нее попадем? Очень просто, Петька. Это тебе не военная база власт-вегаси. Здесь ворот нет. О, Василий Иванович! А там, по-моему, что-то такое интересное. А-а-а, попробуй туда пробраться еще. А-а-а, сходи туда. Попробуй. А когда посмотришь, вернешься и мне доложишь. Нет, товарищ комдив, я под пули не полезу. Мне еще жить не надоело. Хорошо, Василий Иванович, что здесь этот валун стоит. Хорошее укрытие. Очень хорошо. Хорошо подумать, что бы мы без него делали. Да, пришлось бы в песок зарываться, как ящерица. А-а-а, получи. Аллах, Альба! Хе-ее-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Так и на пулю нарваться недолго. Ладно, берем кресло. И попытаемся. Перепрыгнуть туда. Так, вот, на Петька. Поехали! Вот так вот. Да. Заберём то, что там лежит. А лежат по крышке. Так, забрали кресло. Ну что, пока здесь нам делать нечего, наверное. Потому что этот Аллах Акбар всех постреляет, чёртовой матери. Пошли. Так, пойдём ещё раз вправо. Посмотрим, что, как. Так, вот крышки. Крюшки, крюшки. Ай, ёлки, даже надо сперек... Ладно. Пойдём, сходим к нашему... ...закопанному товарищу. Саиду. Саида уже везут? Ты в песок-то зарылся? Замёрзь, что ли? Меня зовут Саид. Саид. Они меня зарыли, чтобы я их коз не трогал. Шавдет зарыл, шакал. Сын козы, шакала. Мой кинжал, его смерть. Спасибо вам, ребята, что спасли меня. Чем я могу вас отблагодарить? Только коз не просите. Слушай, Саид, а расскажи-ка нам, что тут у вас творится? Говорят, вы самолёт какой-то сбили. Про самолёты я только одно знаю, что коза лучше. Но и коза в силах преодолеть невидимую преграду. Даже если всё стадо пойдёт, обходят козы ту невидимую стену стороной. Шайтан её возвёл недавно. Видимая стена? Это круто! А как к ней пройти? Найти её очень просто. Идите всё время прямо и найдёте. Только я с вами не пойду. Уж больно место нехорошее. На том месте ещё демона какого-то поймали. Теперь его в крепости держат. Демона? Какого демона? А такого. У него нет ни глаз, ни носа. Вместо головы ровный такой шар. Как он разговаривает, откуда он взялся, непонятно. Даже шашлык из него не сделаешь. Пошли, пошли. Ладно, пошли. К самолёту сходя. Я так понимаю, что там самолёт невидимый лежит. А для того, чтобы он стал видимый, возьмём покрышки. Василий Иванович, да тут и вправду стена. Может, Петька, это стекло или целлофан? Да нет, Василий Иванович, стекло бы треснуло. А эту стену не проломить. Скорее, сам треснешь. Ну-ка, покрышки. Василий Иванович, мы положим покрышки. Василий Иванович, а зачем мы сюда покрышки притащили? Сейчас узнаешь, Петька. Для решения удара, а невидимую преграду. И для этого мы эти покрышки сюда тащили? Это нерационально. Можно было песку насыпать. Если ты, Петька, умничать не перестанешь, я тебе такой нерационально покажу. Подует ветер и унесёт песок. Подует ветер и принесёт песок. И занесёт им остатки культуры и цивилизаций. В том числе и покрышки. Ладно, чё разговаривать. Берём пистолет-зажигалку, поджигаем покрышки. Вот как. Ага. Самолёт. Прав, Петька. Всё тлен на этой земле. И наш прах развеет ветер. Горяне с синим пламенем эти покрышки. Хотя бы врагу не достанутся. Ой, Василий Иванович, сколько копоти. Ты ведь всю пустыню тут прокоптишь. Пустыню, может, не прокопчу? А вот стену эту невидимую. Да ты только посмотри, Петька. Это же невидимый самолёт. Стелс 2000. Нам про него Капрал говорил. Здорово. Зайдём в самолёт. Ух ты, приборчики. Странно. Изнутри самолёт видимый. А снаружи невидимый. А ты себя, Василий Иванович, как это представляешь? Если самолёт изнутри невидимый, то ни штурвала не найдёшь, ни тормоза. Тормоза не найдёшь. Да сам ты и тормоз, Петька. У самолётов нет тормозов. У него только стоп-кран есть. Зноток, Василий Иванович. Смотри, Василий Иванович, все приборы выключены. А этот включён. Может быть, он как раз невидимости создаёт. Если так, то мы бы с ним в любое место смогли бы незаметно проникнуть. Надо, Петька, этот прибор открутить и с собой забрать. Вот и займусь Василий Иванович этим. Так, Петька, ты меня видишь? Нет, Василий Иванович! И я тебя не вижу. Одни усы и шапки. Ловко мы, Василий Иванович, замаскировались. Теперь, Петька, можно и в крепость наведаться. Погнали в крепость. Подписываемся, жмём колокольчики, друзья. Оставляем комментарии. Делимся с друзьями. Так. Ну-ка, где наш прибор невидимый? А, ёлки, это что тут? А где он? Это сервомотор от кресла. Ну, правильно, это не то. Так, а как он там выглядит? Где-то так эта шляпа. О, во! О, вот это дело! Ну-ка, пум-сей! Теперь невидимые бойцы невидимого фронта! НЕВИДИМОГО ФРОНТА! Погнали! О-о-о! Прям-прям! Так. Так и на пулю нарваться недолго. Нет, туда нельзя так просто. Так-стак-стак-стак-стак-стак-стак-стак-стак-стак-стак. Нет, это игрушки. Шляпа. Зачем нам шляпа? Так. Лестница. Нет. Ну-ка. О, давай-ка вот это вот дело заберём. Это гарпун у нас. А это что за копьём? Дурак ты, Петька, это же гарпун. Чтобы на верблюдов охотиться? На верблюдов. Заряжаем гарпун. Ружьё гарпунное. А ты говоришь, Петька, не выберемся. Смотри, какую базуку я надыбал. Круто! А она сработает? Посмотрим. Что, Петька, страшно? Ощути себя ангелом смерти. Бумф. Вот так. Получил. О, Полта. Так, нам надо сетку запросить. Нет, верёвку я не брошу. Она нам самим нужна. А как его связать? Ну, хотя он в сетке, конечно. Я из тебя верёвки ведь буду. Чапай слов на ветер не бросает. Так. Ключики заберём. А вот и ключик! Ишь, как запрятали! Так, открываем товарища нашего. Бойца невидимого фронта. Я не зря голосовал за республиканцев на последних выборах. В этой позе он похож на американский херб. Однако надо бы его отковать. Ну-ка, ключики взяли. И отколваем. Хе-хе, МЧС. Зелёные береты. Командос. Кино видал? А много вас? Это общевойсковая операция по моему спасению. А где седьмой флот? Да кому ты нужен? Спасать-то тебя! Нам бы узнать, как тебя, чудака, на невидимом самолёте спили. Сколько вы согласны заплатить за эту информацию? Вот ведь что! А вот о чём думать, ты смотри. Стыдись! Разве тебя не учили в колледже? Что продаваться нужно лишь один раз. Выкладывай, что знаешь. Они меня невидимой ракетой сбили. Откуда арабы её взяли, не пойму. У русских, наверное. Почему они тебя за демона приняли? Меня схватили, когда я приземлился после катапультирования. Так они мой гермошлем за голову приняли. Да-а-а-а. Лицо не задница. Подробностей побольше. Точно. Так, возьмём-ка мы водички из колодца. Она нам пригодится. Только у меня Петька в спине стреляет. Какой-то ты, Василий Иванович, стреляет. Боевые раны, видно, беспокоют. Да. Ну да, беспокоют. Петька, подай, Петька, принеси. Как морду кому-нибудь набить, так это ты, Василий Иванович, всегда, пожалуйста. Ну, ты ещё поговори у меня. Так, ладно, на Петьку переключимся. На Петьке достанем воду. Всё, теперь у нас есть вода. Для Саиды. Так, ладно, пошли. Подписываемся, жмём колокольчики, друзья. Так. Немножко возьмём сетки. Приходится, Пётр. Меня интуиция ещё никогда не подводила. Так, теперь у нас есть способ сетки. Так, верёвку. Нет, если я верёвку потеряю, мне Василий Иванович этого никогда не простит. Ладно. Нет, верёвку я не брошу. Она нам самим нужна. А как же его тут оставить? Ладно, пусть сетки связанные лежат. Ладно, пошли. Так, идём к нашему Саиду. Даём ему водичку. Ух ты какой! Средо прямо выкал. Слушай, Саид, а ты кроликов ловить умеешь? Это ушастых таких наглых? Нет, не умею, кушать умею. Пойдём с нами, Саид. Мы тебя научим. А как вы их ловите? Как-как, бреднем. Ну, если бреднем, то пошли. Хе-хе-хе. Слово бредить или бродить. Пошли. Кроликов. Попугай, попугай, Саид. Цыпа, 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 цыпа. Кролик. А, кролик, отдай нашу рацию. Морковку получишь. Печёненькую. Видно, Пётр, это иракский боевой кролик-диверсант. Он специально нашу рацию стащил. Голыми руками я эту скотину брать не буду. Вдруг он ядовит. Так и не надо голыми руками. Сетку берём. Где наша сетка? Отлично. Ну, используем на норке. Ух, я вижу зайцев. Помню, когда я через Урал от Беляков плыл, они с дедом Мастаем надо мной смеялись. Хе-хе-хе. С дедом Мастаем. Оп. Попался. Попался, самотажник. А ну, отдавай рацию, гад. А то сейчас по законам военного времени. Нет, Василий Иванович, с кроликами так нельзя обращаться. К ним подход нужен. Ну, подойди. Вот что я тебе скажу, кролик. Однажды один кролик взял без спроса чужую рацию. Ты знаешь, что с ним сделали интервенты? Не знаешь. Ему завязали уши узлом, переломали все ребра и звезду на лбу выжгли увеличительным стеклом. Мокр. Надеюсь, ты всё понял? Иди и без рации не возвращайся. Ага, вот так вот. Хе-хе, ясно. Вот для чего лёгка нужна была. Так, давай, по-новому ловим. Берём сетку. Применяем. Ай, блин. Ай, 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 ай. Ай, блин. Ай, блин. С кроликами так нельзя обращаться. К ним подход нужен. Во, во, во. Так, берём верёвку. Привяжем его. Понадёжнее будет. А теперь можно отпустить. Эу, есть. Вот он и рация, друзья. Ага, наша рация. Так-то лучше. Вали отсюда, марионетка. Алё, центр, Юстас. В смысле, Василий Иванович на связи. Алё, алё. What is the fuck? Паршивый кролик из нашей рации батарейки спионерил. А как вы хотели? Ай, придётся, Василий Иванович, батарейки искать. Так, пошли к этому мусульманину. Там плеер валялся, ага. Музыка это хорошо. Музыка это опиум для народа. Так сам Ильич говорил. По-моему, что-то другое говорил про опиум. А вот музыку Ленин действительно очень любил. Музыку и детей. Нет, точно. Ну что, Пётр, пора нам на базу. Погнали. Боторейки применим. А чё это мы делаем? Нам же туда выйти надо, друзья. Конечно не нужно. Так, во, пошли туда и на рацию. Батареечки берём, и на рацию применяем. Вот так, друзья. А кому сейчас Литко? Вся страна на коленях. Плюс на минус, минус, плюс. Нет, не так. А, вот. Вот, а это знак, а это знак. Всё, Петька. Теперь наша рация будет на батарейках от плеера работать. А хватит батареек-то? Ну, если ненадолго. База, 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 я Чапай. А я Петька, а я Петька. База, База, я Чапай. База слушает. Заберите нас отсюда. И незачем так... Всё, окончились батарейки. Подписываемся, друзья. Ставим колокольчики. Оставляем комментарии. Делимся с друзьями, друзья мои. Погнали. Великоптер. По машинам. Погнали. Так, нам ещё надо пилота забрать. Лётчика которого. Который демон. Раскакивает. Давай, хватайся за верёвку. Погнали. Ну вот, друзья. И заработали мы на ошибке. Всё, на этом мы заканчиваем игру. В следующей игре мы будем... Заниматься другими делами. Мы будем уже искать грозбомбу. Потому что мы будем сержантами. Итак, сохранились. Так, отлично. Выходим из игры. Смотрим в следующем эпизоде, друзья. Это уже грозбомба. Так, применяем колёса на ванну. Сервомеханизм двигателя на ванну. Берём эту ванну. Берём. И сюда поставим её. Там где бомба наша. Руками ты её не возьмёшь. Вот она, Василий Иванович. Теперь надо бомбу на неё погрузить. Не всё так просто, Пётр. Чтобы бомбу грузить, надо в этот цилиндр войти. А я туда не пойду. И тебе не советую. Конечно. Радиация. Однако. А зачем ходить? Кнопку нажал и со спиной мокрая. Вот так. Вот, Василий Иванович. И ходить никуда не надо. Только как же мы теперь тележку-то достанем? Тут, Петька, крепко подумать надо. Особенно тебе. Вот и подумаем. Итак, друзья, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока, друзья.